welcome 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 команда фнк будет играть последнюю свою игру в группе c на сегодняшний день и им нужно конечно же зарабатывать два очка из двух игр я приветствую всех тех в чатике кто еще не спит хотя какой тут спать вроде должны были только на работу пойти сегодня гораздо меньше у нас человеков в чате я думаю это связано с двумя вещами первая вещь во-первых сегодня не играет гамбит и не играют клауд найны ну то бишь не играют более популярные команды более такие а вторая вещь связана с тем что сегодня понедельник и как бы люди на работе в школе то где если вчера было воскресенье утро и спокойно можно было сидеть смотреть субботу тоже утром тоже можно смотреть в понедельник с утра особо ничего не посмотришь так что люди сегодня в записи надеюсь будут смотреть эти матчи но нами какие-то гоняет то смотреть это будет о при этом не орган ты где была что касается этой встречи которая сейчас у нас произойдет я думаю будет одностороночка в пользу команды фнк насколько быстро они пройдут ее пока неизвестно придумал открывать его 8 утра я вчера вообще не попала сегодня проспала ну чемпионат мира проводится в китае и расписание под эти матчи подведено под 8 утра но так было задумано уже изначально я не знаю как там будет расписание на следующие группы в которых тоже будет плотный график там будет по четыре команды а почему у меня у меня это не закрылось слоку гоняло мне не до ваших этих нюбских ворлдсов понятно смотрел тизеры велинки но даже не знаю что и сказать тебе на это сегодняшний тизеры велинки я не смотрел вчерашний смотрел сезон выключать сразу после чемпионата мира нет обычный сезон еще идет полтора месяца где-то так что элла еще успеешь поднять блин мне надо завтра обязательно сыграть флекс игру хоть какую-то то у меня там уже декей начинается если надо не сегодня сыграть но я посмотрю на сегодня зайду в лигу легенд посмотрю мне там писалось сообщение просто во флексе надо сыграть одну игру не обязательно выигрывать не обязательно проигрывать конечно же тоже но так оно есть что же young generation та самая команда которую мы сегодня представляли первые я уже и забыл про их существование команда вьетнамского региона gpl их лига называется второе место они заняли после команды гигабит маринцы но если маринцы сделали себе имя то young generation сделали себе ничего они всем проиграли ну плей оффи отыграли более-менее хорошо проиграли в финал команде гигабит маринцы попали на чемпионат рэн на топе венус в лесу на уль или на уль на уль на ул на миде биккора адекерри и полет у нас будет играть саппортом про эту команду и у меня нет конкретных данных по чемпионам есть только то что они предпочитают играть и ну и первую игру то что мы с вами видели рэнни играл на ри никто не видимо это связано с его ником а венус был по моему на сиджуане если я не ошибаюсь хотя может быть ошибаюсь но так или иначе сиджуане сейчас была взята команды фнк брокса будет на ней гонять и тут же забрали рейка на себе фанатике хотя за я уже забанена решает они что можно сыграть просто три стану рейкан никаких проблем young generation забирает себе трэша ферст пик пропалет у меня было написано что он мы не трэша рейкана браума нами статистики нет но по крайней мере он попадает час на своего мэн чемпиона и дрейбан был пикнут дрейбан с трэшом ребят табличку мою посмотрели young generation а после первой игры я задавал этот вопрос почему они не понимают как работает табличка почему они сделали такой неудачный пик ботлейна и отдали сверх удачный пик ботлейна оппонентом показал табличку порекламировал я свой собственный в этот раз они уже делают все верно забирают себе дрейвена плюс трэша то есть по крайней мере они уже рискуют но рискуют правильно время жонглировать топорами до полет лучше тут саппортов нет это мне нравится варуса в итоге без забирает команда фнк потому что тоже знает о существовании моей таблички ребят она уже распредел раз это волос короче разлетелась по всем мирам потому что кто не знает дрейбан легко побеждает как раз таки на три стану на линии проигрывает он правда конечно же северки в основном а на этой линии но север решил реклос не брать а взять варуса дисенгейджера который хорошо будет работать против трэша также по крайней мере варус это не худший чемпион плюс варус рейканом классно работает но что касается последующих чемпионов сейчас дождемся кого они дальше там возьмут игроки янги твой стрим посмотрели в перерыве как раз на табличку попали да возможно сколько призовые на чемпионате мира призовой может расти все еще первоначальный призовой был а если я правильно помню 5 миллионов первое место остальные цифры я не помню ну наверное там 3 миллиона второе место как-то так поддержал на 100 на сливки котику хорошего всем настроения друзья ну сейчас сливать будут котики это да да хороший вопрос там по поводу 300 я не заметил что она была забанена и зачем тогда было действительно банить 3 стану если дрейвен хорош против нее это хороший вопрос честно не совсем понимаю мне кажется ребята они хотели возможно просто забанить 300 ну и сыграть возможно другой сетап но когда они увидели рейкана с си джуани в руках команды фнк они решили что тогда лучше нам взять что-нибудь другое ну другого адекере может быть у них был план сыграть каллиста плюс трэш каллиста правда была забанена не знаю честно баба бан триста на я сейчас да вот вы обратили мое внимание на это и я в ступоре немного нахожусь почему это было забанено ну вот венус у нас взял джанглер агрессивного он у меня написано main грагас рексай колесин взял недали недали будет сарденткой трэш будет инициатором грагас будет подождите грагас будет на топе да и синдра будет на миде немножко запутали нас тут young generation и но при всем при этом сохранили все же возможность выиграть эту игру через свои чемпионов а блин мне надо будет поменять там старая табличка вот часто что ты вывел элвид кие таблицу вот написал это там старая табличка есть на патч 718 уже сделано правда она не сильно отличается от патча на который там было сделано на 713 по моему там парочку только чемпионов поменена как оказалось за это время не особо сильно бутлент поменялся но вообще-то синергетика не должна меняться должны меняться только некоторые чемпионы которые метовыми становятся и так как жанна с алистаром стали метовыми они как раз поднялись в этом в этой таблице чаще начали появляться ну вот ванюшка скинул наверно на старую на новую версию они старую надо будет мне поменять в боте я забыл вот ссылку поменять такие дела ну вот а что касается команды фнк они взяли ли бланку себе для капса капс пока только сигнатурочки показывает этом чемпионате полностью команда фнк забила пока что на реклоса вы можете обратить внимание что в первой игре они реклосу далее просто какого-то стандартного чемпиона ну за я с река нам сиди играемой а мол и вот в этой игре они ему дали ну то что не проиграет так сильно дрэйвену как могло бы проиграть дали ему варуса а вот капс играет на своих сигнатур очках рая заполучив предыдущей игре кто не знает он вообще-то рай за мейнер у него хороший винрейт на нем был в первом сплите во втором сплите раяс был занерфлен и поэтому он его вообще почти не играл или бланка тоже от него великолепная так что какие-то интересные вещи у нас получается вокруг капса пока фанатики играют кстати говоря капса спросили на был послематчевое интервью когда они выиграли свою игру но ура из почему-то его сыграла какие еще чемпионов ты притащил на чемпионат мира он сказал ну после первой игры я бы не хотел раскрывать все карты чемпионов которых мы тренировали но рассказал как раз он про то что райс его сигнатур очка что он на нем любил играть и очень рад что ему а бафнули w и теперь он может на нем играть снова странно это конечно потому что w все но никто не максит на райзе то что ее бафнули скейл от ability power но у меня немножко удивляет что так сильно зарешало ну раз рай за мейнер это говорит так почему бы ему не верить так на ю тубе можно самому ее найти на ю тубе заходишь на мой канал и вводишь слово таблица никаких проблем на моем канале в поиске видео нажимаешь таблица и находишь опять пауза аудио ищу произошли кто-то не слышит чего-то там гелем зализанный да подливку в доливку я не понял куда большое спасибо тоха тебе тоха у нас генеральный спонсор этих дней видимо он заболел сидит дома и от нефиг делать кидаются деньгами в монитор но периодически попадает а по поводу причесок и пиджаков насколько я знаю ребят это не их одежда это риут им предоставляют и есть конечно же у них эти а стилисты которые приводят в вид культурный большинство этих комментаторов просто даже смотря стримы некоторых из этих комментаторов потом на твиче можно найти а подборки либо даже просто подписаться на их канала они иногда стриме хотя времени у них маловато они же работают в основном если играют соло куту играют его без стрима что не до этого ну так вот там они совершенно по-другому одеты совершенно другая прическа то есть ты понимаешь что стилисты их полностью переодевают и полностью перри мазывают им лицо гелем да ну да если бы не было стилистов то комментаторы были бы как и игроки точно так же выглядели бы нам показывают с уаза картинку где с уаза с флагом франции но такая вот интересная фоточка у нас попалась долго у нас пауза показывает нам молодое поколение генераторов молодые генераторы я уже говорил у них три игрока действительно молодых они никого не обманывают венус пиккора и полет ни разу не играли до этого сплита ни в одной профессиональной команде это первая профессиональная команда для них что касается рена и наула эти игроки из команды сайгонские джокеры сайгонские джокеры эта команда лмс региона а сейчас они по моему уже не существуют они другое название себе взяли ну вот рена и наул они были в этих командах по ним статистику можно было хоть какую-то найти вчера таких паузов не до пауз таких не было ребят все верно вообще не только вчера и позавчера не было таких паузов всего только на третий день компьютеры поломались поломались из-за того что вот сели как раз такие другие команды я не удивлюсь что это связано с тем что настройки компьютера меняют под команды постоянно и возможно именно этот регион провальный типа под вьетнамский язык винда когда стоит сразу проблема персону 5 будешь проходить ты вчера задавал этот вопрос я же сказал я не знаю сначала надо докончить чемпионат мира потом надо добить divinity вторую а потом а потом поднимем тему снова о том что за летсплей мы будем делать у каждого же для входа своего четко в винде ну вот и видимо это ломает как гамбиты поснимали железо перед уездом возможно твой поддержал нас спасибо что отметили да отметили тебя тоха ты теперь у нас списке висишь бомбардиров я решил в этот раз не писать цифры денежные ну кто сколько задонатил а просто весь чемпионат мира я буду заполнять эту графу именами и соответственно самый последний он самый первый получает самый последний кто донатил но если повторяете донаты то тоха ты к сожалению будешь теперь все дальше и дальше отходить потому что твои дубле дубляшные донаты они не будут покрывать тебя вперед продвигать хотя если задонатишь тысячи рублей я тебя еще продвину вперед я могу это себе позволить позволить скопипастить твое имя оттуда туда могу даже два раза записать если 2000 задонатишь можем поторговаться ладно там за 900 согласен а разве не по какой так да они там активатор винды найти не могут возможно я не прочитал вопрос а разве не по какой давайте посмотрим а разве не по какой то где был вопрос церемонии открытия была крутая не было церемонии открытия наверное этот вопрос и увидел у нас игроки побежали про церемонию открытия ребят а сейчас у нас играется предварительный этап в английском он называется play in предварительном этапе не было открытия церемонии было просто игроки вышли поприветствовали зрительный зал и все главный турнир будет проходить в пекине бейджине как его называют английские комментаторы в бейджине сейчас все происходит действовав в ухане такой город есть в китае и после этого ну клад найны уже поехали в пекин я думаю уже переехали даже возможно в пекин гамбиты тоже уже переехали правда не в пекина в москву кто у нас там еще но world elite соответственно тоже следующие я так понимаю матчи будут уже в пекине проводится и там будет уже церемонии открыт открытия они подождите гамбиты еще не переехали эти главной на еще не переехали в им же еще best of 5 надо свое сыграть а им же через день надо будет best of 5 играть так что рановато я их уже отправил потом когда к тебе на youtube заходишь и видишь видос такой интересная игра будет но потом там хоп чего чё тебе там не нравится кто там чё сказано пауза 20 минут и 10 минут банны пике а я понял да такое может быть так у нас здесь инвэйтик происходит рэйван вместе с полетом пришли менять немножко жизнь брокси брокси жизнь чтобы на хлебом сладким не казалось булочкой она ему кажется сейчас не булочка я всего лишь грен очкой такой кисленькой с пивком пойдет нормально он сяну пошел фармиться предположил на и на брокса что у него нет теперь его красного леса правда вард там стоит но этот вард не прикрывает от потенциального не дали забирания леса не дали если бы хотела она бы забрала себе синий и перепрыгнула было через эту стенку и пошла бы делать красный брокса с этим смирился уже но не дали видите не воспользовалась тем это менее карту вам просто показывал а венус продолжает просто пока фармится через мать забирает он раптороида через кушку сейчас будет добирать а ведь подписка всего лишь два с половиной доллара стоит кстати да ребят кто не знает на твиче можно подписываться за два с половиной доллара если вы включите твич прайма такие дела пауза пауза у нас опять произошла твой поддержал на 50 посмотрим как завтра поиграют все возможно все возможно ну давай тоха посмотрим как завтра поиграют пауза была недолгая может быть кто-то случайно на нее нажал а может быть это вообще было лак пауза из реплеера так или иначе мы вернулись в игру и все 0-0 у нас счет вышечку начинает подбить немножко подбивать извините немножко дрейвен но дрейвен пока аккуратней чает мы видим с вами что фанатике с удовольствием идут под вышку пытается там фармится хоть как-то они прекрасно понимают что дрейвен бесполезный чемпион в лейт-гейме тем более против флебланки си джуани и варуса да и тот же самый шен со своим таунтом будет для него проблемой главное сейчас не на отдавать киллов и меня честно смущает игра венуса потому что мне кажется он должен был конечно же сломать игру си джуани особенно после такого старта стопа на подписку все еще эти звуки я же меня такие там классные звуки должны были подписался кто-то большое спасибо за эл шардер тебе за подписку я тебя обязательно отмечу ты первый кто подписался во время чемпионата мира поэтому я тебе отдельную графу сделаю будешь в отдельной графе потом висеть так как ты единственный кто подписался я вообще-то менял озвучку там такая звучка классная должна была быть а у нас остается та которая из штайн-гейт из ворот штайнера как эту девочку звали которая этот звук издавала но я честно скажу я ее своровал у night blue у night blue раньше подписка именно с этим звуком была мирослав поддержал на 50 делаю ставочку что дрейвен прокнет пассивку на семнадцать минуте ставлю 50 а если вы играете ополучу шеним и хуйня ваши судя по всему ты поставил в букмекерах эту ставку что дрейвен прокнет пассивку на семнадцатой минуте ну наверно ты про фирсблат поставил до ставочку и говорит что если прокнет он нам задонатит но посмотрим ребят дрейвен в районе 17 минуты должен прокнуть пассивочку свою если не прокнет к сожалению gg хитрый лиз поздравляю с твичовской подпиской со страданиями связаны с ней в смысле с какими страданиями от связаны с ней а ты миша да то что звук не поменялся но я честно не понял почему он не поменялся может быть куда-то надо в другое место залезть чтобы поменять может быть надо в бс это обновить просто как бы и я обновил на сайте но изменения свои обновил на сайте надо было может быть новую ссылку какую-то вложить знаете может на сайте он не автообновление делает а надо было новую ссылку просто в бс вкинуть короче не знаю как это работает сегодня вечером обязательно посмотрю майюри и и звали да спасибо майюри и и действительно звали кто не знает аниме врата штайнера довольно интересное аниме в стиле фильма если вам нравятся такие фильмы я уже несколько раз про это говорил сейчас подождите посмотрим тут полет пытается наглеть на реклеса реклес вынужден сразу же прожимать хил у нас ху кидают по джезису а бика кора не наносит достаточно урона но подлавливает пока топоры уворачиваются от кушки и попадает зато в w от обвините вешку от реклоса и по хп не просили где же нет или где же наша помощь кисочная кисочная помощь пока не идет киска не хочет пока помогать своей команде на бот лейне так вот я по поводу там минимум 100 баксов вывод и через это 500 лет не там раз два месяца выводится деньги если за эти два месяца ты поднял больше 100 долларов так что ничего там сложного в этом нету ну пусть выводится какая разница указал вывод и все у меня все нормально выводится два раза было вывод по 100 долларов круто да ребят целых четыре месяца стримлю 200 долларов заработал на и твиче хоть что-то да надо новую ссылку в бс подсказывает в маушен я пытался что-то а про butterfly effect короче фильм смотрели эффект бабочки вот если вам такие фильмы нравятся и нравится аниме и вы почему-то не смотрели еще врата штайнера всем советую ну а у нас здесь проблемы проблемы у команды мне кажется все же фнк потому что они пока ничего не сделали late game я не могу сказать что впрямую за ними у них сетап 311 вы видите это в прямую team fight у них слабее потому что для team fight у них есть только си джуани до варус а вот остальные чемпионы нехорошие такие уж и teamfighter и им нужен сильный мидгейм через шена или бланку потом эти два чемпиона должны будут уходить на боковые линии и продолжать сплит пуши 311 но если они этого не добьются а пока они этого не добились вы видите ли бланка сильно проигрывает на меде по фарму топ-лей на хочешь она зарабатывает фарм и поэтому по золоту в ровную играют сейчас фнкшники но это никак не влияет скоро начнет просто шен летать и не факт что будет удачно летать венус приходит сюда снимать флэш с уаза меня удивляет на самом деле что с уаз нажал флэш незачем было это делать капс здесь наглеет и почти что минус капс происходит это минус капс лучший мидер планеты по версии капса только что умер на меди да уж там говорят что врата штайнера в топ-10 лучших аниме всех времен на офф сайтах заходят на самом деле да я и про врата штайнера по сути я же не смотрел их в детстве так сказать они потому что довольно старая ним этом 2004 год или 2001 что такое я их тогда не смотрел и на них выскочил только из списка фантастик аниме то есть там топ-10 списка фантастических аниме и он был как раз в топ-10 находился я думаю неплохо неплохая тема с перемещением во времени надо посмотреть обязательно лучший мидер планеты отдается без регистрации смс на миде лучшие аниме то подержал на 50 ну ещё и полтосик еще полтосик за него samurai x лучше аниме там кто-то говорит 2011 но насколько я понимаем 2011 а это переснятые уже версия но они уже там две версии была я как раза сорою смотрел уже переснятого, а есть же еще первая версия, которая та же самая, только картинка другая будет. Многие аниме переснимали же. Очень многие аниме переснимали, а тут же самый Наруто переснимали. Так что тут, смотря какой год вы попали. Хотя, может быть, это я с Мангой путаю, когда Манга вышла. Манга, может, 2004 год вышла. Ну, короче, не имеет значения, ребят. Ну, найдете в интернете, я думаю, вы справитесь. 1.0 Young Generation пока лидирует по счету и лидирует по золоту. Мидгейм сейчас должен будет уже скоро наступать. И пока бесперспективно как-то выглядит игра Капса. Минус 20 фарма, соло килл. И уже Магрес появился у Науля, и Науля вполне с ним справится один на один. Мне говорят, я путаю, там врата Хаоса сначала были, а потом врата Штайнера. Может быть? Может быть. Закрываем эту тему. Ну, а у нас тут Капс, цепной пес, пытался цепь накинуть на Уля и увернуться одновременно от стана, который мог кинуть на Уль. Но не тут-то было. И Капс не попал в него цепью, и ни от чего не увернулся. И урона толком даже не донес. Плюс 700 золота на меде, минус 150 золота на топе, плюс 300 золота на боте. Ну и плюс 300 золота Рейкамп, потому что он играет через желтый голдер, через зеленый играет Палет, и у нас здесь заход в лес. Не по вардам. Вопрос о том, смогут ли они убить Бикора. Палет прикрывать будет Бикора, когда тот попытается поставить вард, ставит ему фонарь, на фонарь, не может нажать Бикора, и его убивают через 4 рыла. Команда Young Generation недооценила немножко отсутствие вижена. Но у меня вопрос к этой педальке, ребят, потому что это не Нидали. Это либо Гнидали, либо педалька, потому что она вообще ничего не делает. Мало того, что она не выиграла по фарму Сиджуани, хотя как раз-таки Нидали является контроль к таким чемпионам. Так еще, ну, типа вот Грагаса, побеждает Рик Сайку, побеждает Маукаев. Шикарный от Палета ход сейчас. Науль прописал стан, в этот момент Палет сделал флэш-хук, и ловят они бедного Капса, снова его убивают на меде, но за это теряет вышку на боте. Но они в любом случае ее потеряли бы на боте. Зато Синий отдал, это редкость для него. Кстати, да, Young Generation в предыдущей игре Синий не отдавали. Тут у нас Рен ульту тратит на топе, чтобы сломать две вышки за одну. Ну, не, подождите, они же не били мид, они на мид забили. Просто вышку на вышку разменяют. А у нас Биккора остался один. У него проблемы, в него впрыгивает Джезис, не попадает в этот момент, откикидывается. А Биккора от Рекласса, отфлэшивается и убегает. Но без Соманиэр Спайлов он остался. 2-1. Команда Young Generation. Надо как-то играть вокруг Дрейвена. На хрена вы его пикнули, если вы Дрейвена не хотите помогать? Так вот, по поводу Нидали, я честно не въезжаю. Почему она ничего не делает? Она не сделала ганга на мид ни одного. Она пару раз пришла на топ, похилять и кинуть там копии свои с УАЗа. Ну и все. У тебя есть на Ботлэйне Дрейвен, у тебя есть Синдро на миде. Помогай этим двум игрокам. Либо доминируй джанглер-оппонент. Видимо, просто у Венуса сама по себе игра гораздо хуже. Тоа поддержал на 50. Еще офигенно, аниме из этой темы, дневник будущего. Дневник будущего мне тоже понравилось. Да, но в топ 100 он не попадает в всех аниме времен и народов. Но так, дневник будущего, да, неплохая тема. Так что, ребят, если хотите хорошее аниме посмотреть, спросите у нас в чатике. Люди знают. Толк в этом деле. Ну и я даже видосик сделал один про прошлогоднее аниме, про 2016 год. Лучшее аниме 2016 года. Ролик никому особо не понравился. Ну, в смысле, его никто особо не смотрел. Я надеялся стать супер-видеоблогером по аниме, но никому это не нужно. Попытка была хорошая от Палета кинуть хук, но он не попадает в этот раз. А надеялся он, что Капс отфлэшится, но Капс оказался не так мудр, как думал Палет, и даже не уворачивался от хука, летящего в него. И Палет промахнулся своим хуком, и килл сделать на Лебланке не получилось. Так что, если хотите посмотреть, в Ютубе на моем канале, введите аниме слово, и вы попадете на этот топ. Такие дела. Там, правда, только 2016 год. За контриллиант скиллом, как я люблю говорить в Солоку, потому что, когда я за Элис делаю тоже флэш-какун куда-нибудь в сторону, либо просто кидаю ешку в сторону, а парень стоит на месте и не двигается, для меня это просто выглядит, ты дебил или ты дебил? Я же тебе должен был бы попасть. Ну, короче, вот такие дела. Так, у нас здесь проблема. Опять на Бигкора выходят, а ульту и Грагас пытаются его спасти. Как это выглядело! Как это больно! Боже ты мой! Вы видели, как это выглядело? Грагас дает ульту, откидывает, казалось бы, игроков, правда, откидывает их от себя, но кидает их в Дрейвена, и Дрейвена продает. Просто Грагас легко продает его. Ну и на Дрейвен уже 0-2. Знаете, что смешно, ребят? То, что фанатики, на самом деле, так сильно увлеклись убийством Дрейвена, что забыли о том, что надо помогать тоже иногда своему капсу, который скоро станет абсолютно бессмысленным, потому что начнет появляться Магрес и Танковость у многих чемпионов, а Лебланк без киллов это как водка без пива, ну, та самая шутка, помните, уездного города из КВН. Так и здесь получается. Лебланк без киллов вообще ничего делать не будет. А вот они гоняются за Дрейвеном, это, конечно, круто. Убивает Дрейвена, но он тратит на это 3-4 игроков уже не первый раз. И при этом потеряли 2 вышки на миде, вышку на топе и Дракона. То есть Young Generation в реальности сейчас даже выглядит попредпочтительней с выходом в... Вот сейчас мидгейм уже, считайте, точно начался. Если кому интересно, есть всего лишь один официальный топ по аниме, как и МДБ, это Анидаб для аниме. Ну, да, есть. Я-то просто, ну, топ записал ролик по 2016 году. Три мерки уже собраны. Да, все верно. Отмечаете вы... Ну, там не только против Лебланки это собирается, это также мерки помогают и против Варуса, и против Рейкана, и против Сиджуани, и даже Шена, ребят. Мерки — это кор выбор здесь ботинок, и не удивлюсь, что и Дрейвен соберет здесь мерки в этой игре, тем более, как плохо пока все идет у него. Скорость атаки ему повышать, конечно, приятно, но в тимфайтах ты это можешь делать за счет топоров, так что не так страшно. Все топы аниме — это Параша, сказал парень с никем Ори Ото. Ладно, если бы у тебя был ник «Тянь не нужны» или ник «Тянь не нужны» нужны женщины, тогда да. У тебя ник Ори Ото, и ты написал, что все топы аниме — это Параша. Ну ладно, 2-2 у нас в счет. Аккуратненько Дрейвен вышел на мид, теперь он будет здесь стоять и фармиться. В 3-1-1 пока фанатики типа отправились, но в такой немножко странный 3-1-1. Единичка Лебланка у нас копье. Вау! Вау! Вот это было классно! Правда, он отстойно играл весь матч, но зато сейчас как сыграл! Он видел вслепую, куда ушел Краб, он кинул на максимальном ренже копье и своровал у Брокса просто в наглу этого Краба. И Брокса в этот момент... Что? Как это, мать вашу, произошло только что? И у меня выключился Скайп в честь этого. У меня интернет-то не вырубился? Нет, интернет не вырубился, но Скайп выключил. Скайп просто сказал, да ну нахер! Да ну нахер! Я леваю, говорит Скайп, и Скайп ушел. Прям в этот момент. У тебя тоже вырубился? Ну вот тут такой момент произошел. Киски воруют у свининок крабиков. Скайп сразу же говорит, да пошли они все. Я такое, я присутствовать не хочу при этом. Дизмораль, да. Скайп это метафора на Седже, потерявшего Краба, да. Ох уж этот Скайп, переходите на Дискорд. Мне не особо понравился Дискорд. Ну как бы тот же самый функционал, что у Скайпа, не особо понимаю в чем прикол. То есть реально в чем прикол. Но видимо это прикол как раз таки для людей, у которых плохой интернет. Потому что если у вас хороший интернет, у вас не будет лагать Скайп никогда. Он сам по себе, иногда бывает сама программа, может заглючить. Но если ты уже программа не глючит, ты звонишь, у меня он не лагал вообще никогда. А лагал у других людей. Зачастую. Дискорд меньше, жрет оперативы. Ну если ты программу не устанавливаешь, а через брузер его ставишь, браузер, брузер, то да, он тогда меньше жрет оперативы. Вроде как. Хотя и Скайп-то не жрет много. Ну а у нас, ребят, затишье, наверное, перед большой бурей. На самом деле это затишье будет у нас. Тут Венус хотел был забрать еще одного краба, но передумал, потому что надо защищать мидлейн. Дрейвен зазывает свою команду на помощь. Команда пришла, но вышка упала. Никто ему помочь не может. Дрейвен, кстати, стаки снова набрал. У него сейчас есть... Последний раз, когда его убили, у него было 90 фарма, я запомнил. Сейчас он почти сотню фарма набрал. Сотня фарма, это в районе 900 золота. Будет скилла дополнительного для Дрейвена. Так что просто дерзайте, как говорится. Дрейвен говорит, притащите мне киллы, и я вам выиграю игру. Но пока этого не происходит. Самое время Суаза тельтануть. Ну, Суаз пока не в тельте. У нас телепортация идет от Лебланки. Она отпушивала туплей, начали Young Generation делать дракона. Нажимает телепорт у капс. И... Из-за ульты Сиджуани побоялись Young Generation подойти. Просто отдали этого дракона и отступили. 21-ая минута. Все еще киллов не так много у нас. Фанатики вроде начинают группить сам. Получше начинают себя отыгрывать. Поддержал на 50. Вырубился удаленный сервер. Ну, скорее всего, да. Я думаю, что это... Скайп, скорее всего, у всех вырубился. Начинается битва, ребят. Так, у нас... Абико Коро. Ему нужен килл. Я слежу сейчас только за ним. Дает он ульту, но никого не задевать. Преключается на Суаза. Поддамаживает Суаза. Суаза ловит. Суазу надо убегать. У него есть флэш. Но ему не дают выфлэшиться. Его ловят. И это килл для Дрейвена. Ставочка не прокнула. 389. Золото ему ушло. Не так много, как я думал, ребят. Я думал, будет в районе 900. Ну, за килл, в смысле. То есть, это будет 300 плюс 600. Всего лишь 400 золота добавилось. То есть, 300 плюс 400. Это 700 золота. Меньше, чем я думал, ребят. Возможно, он не все топоры ловил. А в этот момент Брокса подумал, что они будут забирать на Шора. Решил помешать этому процессу. Но не получается. Его ловят и свининку убивают. А вот теперь на Шора точно будут забирать команда. Young Generation срываются они на него и делают уже его. Венус готовится спокойно нажимать здесь смайт. Пытаются помешать команде ФНК этому процессу. На капсы ультует Шен. Впрыгивает капс. Шен дает таунт по трем игрокам. Но Венус остается в живых. Рен оттуда выпрыгивает. Возвращается Венус на дат в Teamfight. Прожимает смайт. Забирает себе его. Дрейван погибает и не делает килл. Но зато остаются части игроков Young Generation в живых. Науль улетает. Рен тоже улетает. Два игрока за одного. Нет, три игрока, извините. За одного плюс на Шор. На Шор за командой Young Generation. Так что это плюсово для них получилось. Плюс не забывайте, они до этого еще килл сделали на Шене, где Дрейван заработал много золота. Дрейвану пассивку за Нерфили вспомни. Разве в патче 7.18 это было? Ему же за Нерфили давно уже. С тех пор мы уже видели Дрейвена на ЛЦСе. Слушайте, а да, это походу как раз недавно было. Как раз, да, пассивка Дрейвена была занерфлена недавно. Как раз относительно золота, что он меньше зарабатывать будет теперь. Выгодно ему делать простые киллы, а не с максимальными стаками. Да, 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 да. Это как раз то ли 7.16 патч был, то ли 7.15. С тех пор Дрейвена я как раз не видел, и поэтому забыл про это уже. Да, походу, ребята, это поэтому и зарешало. Потому что теперь Дрейвану выгоднее делать много киллов, а не один с одним большим стаком. Ну, то есть, понимаете, где вы набираете себе... Опа-па-па-па-па-па-па. Пока мы смотрели повтор, здесь ловят у нас Рен. А Рен дает ульту, пытается убежать в сторону. За счет своей тонковости он убегает от команды Фонетик. И куда у нас пойдут Юн Дженерейшены? Смещается сюда Нидали, чтобы прикрывать эту вышку. А Юн Дженерейшены идут по миду. 3-1-1 сплитпуш продолжается. Фанатики забивают на мидлейн. Ну, точнее, Лебланк забила на мидлейн. Она его обороняла. Три игрока ушли вниз. Ломает его Шен, тем временем ломает топ-лейн. Минус вышка, и надо теперь отсюда уходить. Фанатикам, потому что иначе они потеряют ингибитор без боя. Нажимают они рекол, но попытаются Нидали хоть кому-то рекол этот отменить. Отменяет рекол Джейзису. Ставит отмену еще и на Броксу. Брокс делает у него прыжок. Пытается попасть в сторону, но не попадает. Но зато автоатаками ее сейчас закидают, ловят, убивают. Но это минус ингибитор. Тем временем Шен. Стоп, а Нидали еще жива! Нидали-то не убили! Она отпрыгивает, пытается увернуться, но у нее хилл не успел откатиться. И ингибитор упал. Капс остановить этот процесс не смог. За смерть Нидали убили ингибитора. Ну, как долго Нидали жила, да? Потому что мерки, потому что есть чашка, и магрес у нее был высокий. Ну, а сама игра в лейте за кем, чуть-чуть, наверное, все же будет за фанками. Хотя тут сложно сказать. Дрейвен все же такие. Который, кстати, еще один килл сделает. И опять на Суазе! Вы не можете отфлэшиваться от автоатак, Суаз! Ты вроде бы парень с первого сезона играющий. Ты должен знать такие вещи, что от автоатак нельзя отфлэшиться. Ты видел, что у тебя дали уже автоатаку. Зачем ты тратишь флэш? Желтый голдер дает монетку с врагов? Да, да. Монетка, и она еще летит за тобой. Самый прикол, если ты делаешь килл или получаешь ассист. Самый прикол получается, смотрите, вы накинули щиток и сделали рекол. Человек убивает под вашим щитком, и эта монетка полетит за тобой через всю карту. Прибежит. Опа! Здесь ловит Венуса. Венус перепрыгивает на стеночку. Потом его на фонаре вытаскивает палет и прилетает сюда Грага, защищает свою команду. Бикора деньги свои все еще не обменял. Он только что получил еще один килл и много денег на этом снова заработал. Но мы видим с вами, что Young Generation сломать ингибитор сломали. Вышку на топе тоже сломали. Но сейчас начинаются уже вот эти вот ротационные игры, где вопрос, как часто будут ловить Суаза и как часто будут ловить Капса. Потому что они, насколько я понимаю, будут до конца уже пушить. И у нас опять пауза. Самое время с Уазу затильтить два. Бомжи из Вьетнама просто выигрывают их на ротациях. Так и есть. 3-1-1. Это нестабильная стратегия. Я всегда вам на это обращал внимание. В этом сплите это нестабильная стратегия. В этом сплите все команды перешли в две страты. 3-2 и 4-1. 3-2 это три танка. Ну, либо два танка, один саппорт. Два керри. Желательно, чтобы был у вас гиперкерри. Адэшник и контроль магмидер. Ну, это желательно, но не обязательно. А 4-1 играется по-разному. 4-1 играется... Ясное дело, всегда единичка это супер монстр ваш. Только кто, пока неизвестно. Либо 4-1 играется 4 танка и один гиперкерри. Либо 4-1 играется через сплитпушера и единичку топ-лейнера. Джакс, Камила, Фиора. До упора просто пушащие. Ну, и Джейс, кстати, тоже. Либо... Ну, и при этом ваша четверка это просто отпушиватели на меде. Такие дела. 4-1 почти всегда к чемпионату мира выходит в мету. Но я думаю, это связано с тем, что 3-1-1 более слабая все же. Вот эта вот концепция. Я вам рассказывал камень, ножницы, бумага вот этого всего. То бишь 4-1 сетап всегда побеждает... Ну, не всегда побеждает, а всегда хорошо работает против команд, которые играют 3-2. Потому что 3-2, они вынуждены группиться вместе. И они не могут никого отсылать за этой единичкой. Но 3-2 побеждает с лихвой комбинацию 3-1-1. И сейчас у нас 3-2 сетап у команды Young Generation. И они поэтому с лихвой побеждают команду фанатиков, которые реально сильнее играют. Я уверен, они завтра разгромят. И Young Generation просто без шансов. Просто возьмут не 3-1-1, а что-нибудь тоже тимфайтовое. И победят их легко. Что делать против 4-1? Против 4-1 играть 3-1-1 как раз таки. Чтобы победить 4-1, надо играть 3-1-1. Но вам надо угадать, что они будут это делать. А вот в этом и проблема. Почему она выходит в мету? Я хотел договорить мысль, не успел довести. А ты уже задал вопрос. Потому что эта единичка, которая появляется, она появляется чаще всего в последних пиках. То бишь, вы готовы уже контрпикать когда-то плейнера. А если вы на красной стороне, это вообще будет последний чемпион. И ты не знаешь, это будут они играть 3-2 сетап, или это они будут играть 4-1. То есть Джакс и Камила, когда они появятся. Если найдется, конечно, идиотская команда, которая возьмет ферст пик Джакса. Или Камилу, если такая команда найдется. То тогда против нее, конечно, легко сразу же выстраиваете сетап 3-1-1. Причем единичка не обязательно должен быть гиперсплитпушер, мидер. Ну, как здесь Лебланк, это же гиперсплитпушер. Ей просто надо было киллов набрать. Она с пистолетом, с личбейном, с телепортом. Все вот прямо туда построено. Вы можете эту единичку взять, ту же самую талию, корки. И не обязательно даже брать им телепорты. Они просто за счет своих глобал ультов могут передвигаться по карте. И убивать ту единичку, которая сплитпушит. Эта отсылка была к гамбитам? Возможно, есть портс. Но все еще может быть Камила, ферст пик саппорт. Это если только играете против команды ФНК. Джейзис такое может творить. Кто не знает, Камила саппорт, Камила мид, команда Фанатика играла так в прошлом сплите. Бомжи без контртактики. Ты про команду Фанатика? Ну, в лейте 3-1-1 не так плохо против 3-2. Все же таки в лейте. Потому что вот эта вот вторая единичка ваша, она понимает, что надо просто переключиться в сетап 4-1 и начинает ходить с командой. Но вот у команды Фанатик проблема. Их вот эта вот вторая единичка, это либо Шен, либо Лебланк. А они себя хреново чувствуют в тимфайтах, сами знаете. Что они разговаривают во время паузы? Уже разрешили? Ну, мы обсуждали эту тему. Мне кажется, Риуты сделали послабление, и они разрешают говорить не на игровые тематики. Можете там подбодрить игроков, можете рассказать, что у вас там большой член и с какой бабы вы переспали. Но рассказывать, какие предметы покупать, какие билды делать, это вы подсказывать не можете. То есть на игровые тематики они не разговаривают. Но судья слышит в наушниках их же тоже, поэтому так оно и есть. Почему, возможно, eSports? Ну, ты, видимо, пропустил первый день, это мемасик у нас пошел. Просто гамбиты, все английские комментаторы, и у них на сайте написано Gambit Gaming. Английские комментаторы тоже их называют Gambit Gaming. Ну, а команда заявлена на чемпионат мира как Gambit eSports. И поэтому я, ну, постоянно путал и говорил Gambit Gaming, либо, возможно, Gambit eSports. И кто-то с чатика говорил, да говори проще, Gambit и, возможно, eSports. И когда они начали так хреново играть, этот мемасик устоялся у нас уже, и поэтому мы начали стебаться с этого совсем до конца, что Gambit и, возможно, eSports. А, возможно, и нет. А можно же расшифровать игровые, зашифровать игровые предметы, например, QSS, назвать ратутным етаганом? Не, ну, я думаю, там послабления такие идут, знаете. Никто там не придирается уже на эту тему. Просто когда конкретно там начинаются уже подсказки эти, как надо конкретно игроку какому-то действовать, что они будут делать, тут, конечно, судья Австряне. Это какие-то там мелкие вещи, там, а-ля, давайте сейчас не будем попадаться и расставим нормально варды. К такому, я думаю, придираться не будут. Там, люди, человеки в чатике не верят, что у киберспортсменов есть девушки, но вы зря. Вы, видимо, не видели девушку Фрогена, вы не видели девушку Хая. Правда, они сейчас не на чемпионате мира. Девушке зло становится. Но у Хая такая тянечка третьего размера, азиаточка. Ух, и у Бьерксона, ой, у Бьерксона, у Фрогена тоже примерно такая же. Ну, правда, она больше на немочку похожа, такую, знаете, славянскую немочку. А больше я, кстати, не знаю, у кого есть еще девки в озере, купались. Вьетнамцы от Перу же в хлам отлетели. Ну, там, смотри, начало игры было равное, а потом было видно, что совсем не понимали, что делать вьетнамцы. И у них был пик, ну, так себе. То есть, давайте честно скажем, Палет играл на Сараке, это какой-то мусор. Они отдали Зайу Рейкан. То есть, как бы, и Палет играл не на том чемпионе. Там, по сути, единственный, кто... И Ринниктон еще в Чагата, как оказалось, это бредятина. Ринниктон в Чагата. Я сначала это похвалил. Ну, как похвалил? Мне просто сказалось, что так это нормально должно работать. А не то, чтобы похвалил. Оказалось, это вообще минусовый матчап, и Ринниктон в Чагата. Это матчап, у которого нет будущего. А там Ринниктон должен был единичкой быть их командой. То есть, по сути, они хотели играть 4-1, а в итоге получилось, что их просто везде побеждают. Чагат спокойно запушивает Ринниктона, тут из-под вышки выбраться не может, и все. Не жирнется бы Алексич перед чемпионатом мира второго сезона, имел бы свой скин. Да, но так он имеет жену. Так что, Литл Грин Мэн, тут палка о двух концах. Пауза или уже все? Я думаю, уже все. Давайте ничью им здесь организуем. Как в шахматах, по 0-5 каждому дадим, каждому из игроков. По 0-5, ребята, очков, конечно же, я имею в виду. Хотя можно и по 0-5. В Китае какой там напиток самый популярный? В Японии это саке, это понятно. А здесь какой напиток? 0-5. Вот, дать и все. И хватит этим командам. Потому что, что-то это уже четвертая пауза, походу, в этой игре. Капс FF-нул. Да, Бьорксон последнее время с Покеманкой очень много времени проводит, но не факт, что они это самое, понимаете, да? То есть, как бы, может, у них просто отношения такие. Потому что, например, Покеманка, ну, если стримы ее посмотреть, или какие-то хайлайты с ее стримов посмотреть, каждый раз позиционирует себя как Forever Alone. И что, ну, она одна. А Бьорксон, ну, просто клеится к ней, клеится, ребят. Все пытается под Покеманку подлезть, но не получается никак. Риджинальд не пускает. Ну, кто не знает, Покеманка, насколько я понимаю, где-то недалеко в этом буткемпе находится команда TSM. Потому что Риджинальд постоянно вообще тусит рядом с ней. Папик ее. Самое время для Silver Stripes, да, музыку можно запустить. Капс FF-ч сначала скипнул лобби, увидел, да, может быть. Не знаю, что насчет девушки с Никки, но детей у с Никки полный стрим. Да. С Никки он такой. Фрэнзонный Бьорксон. Той поддержал на 50. Моя самая лучшая. Хочешь пивас, хочешь лол, хочешь, а не мешкой посмотреть. Все делаем вместе. Повезло, ребят. Ты про руку свою, я просто не понял, про что ты говоришь, моя. То ли там моя Машка сказал, а Машку обычно руку называют. Ну, как бы, да, хочешь пиво открыл этой рукой, хочешь в лол поиграл этой же рукой, хочешь время провел. Все вместе, потому что рука-то всегда с тобой. Я всегда с собой беру добрую руку. Или как там в песне пелось. Ну, там была видеокамера, конечно же. А ладно, шучу я, шучу. Тоха, не обижайся. У нее же вроде банана девушка была. У кого, у Сники? Нет, вроде не было девушки у Сники. Я знаю, у Дженсона была девушка. И, насколько я понял, по стримам, после того, как он переехал из Европы в Америку, она не переехала с ним. И, вроде, сейчас девушки у него нет. Кто у нас там еще? У кого может быть девушка? Давайте пофантазируем, ребят. Не, я просто помню, еще у кого-то была. Только у кого не помню. Ну, из этих команд тут я вообще никого не знаю. То есть, я так могу еще по американскому составу, по европейскому походить. У Янкоза нету, вроде как у Фабивана нету. У Даршана нету. У Афраму нету. У Дабл Лифта есть. Ну, Дабл Лифт, да. Он же из-за этого и бросал стриминг. Ой, стриминг. Бросал Лигу Легенд, кто не помнит. Он это намекал. Я эту шутку уже говорил, но давайте еще раз скажу. Кто не знает, этот сплит, начало этого года. Дабл Лифт ушел из киберспорта и сказал, что он хочет стать стримером. А когда он стримил, все, что я видел, ребят, он стримит, а на заднем плане его девка ходит там, постоянно подходит, обнимашки, целовашки. И я понял, что на самом деле он хочет не с киберспортом покончить, а хочет просто нормально поиграть в Лигу Легенд с ней по вечерам. Ну, вы поняли, ребят. Вот чего он хотел. Ну, наигрался, видимо, за полгода в Лигу Легенд он с ней. И сейчас вернулся в киберспорт. И играть за команду ТСМ снова. Такие дела, ребят. Ну, полгода хватило, пацану нормально. Дженсона девушка была же, ее же показывали. Значит, она подъехала. Значит, подъехала. Я просто вот про Дженсона, ну, в последнее время не слышал про это. У нас здесь минус девушки пошла делать команда Young Generation. После того, как мы вернулись из паузы, я тут все еще мечтал о девушке дабллифта, а тут, оказывается, мы уже в игре. Давайте посмотрим. 6-6 у нас счет. Минус две вышки только что сделали Young Generation. Стреколились назад. Они нет, нет, они остались, чтобы забрать себе дракона по пути. Фанатики пока не могут определиться, хотят ли они сражаться или хотят начать сплитпуш 3-1-1. Но 3-1-1, они боятся начать сплитпуш. Начинает битву. В риф идет в трэша. Трэш жив, трэш отфлэшивается. Тут же у нас Грагас хорошую битву проводит. Бигкор все еще жив. Ему никто не мешает, чтобы дамажить. Он бьет очень сильный урон нанося. Редемшн спасает, на самом деле, очень много хп восстанавливает в своей команде. Плюс не забывайте, это был Редемшн с Орденткой, который усилен и вынуждены были отойти Young Generation. Но можно считать их победителями. Это битвы. Капс, правда, тут Науля пытается пристрелить. Дает нехороший для Науля прокаст. Вынуждены будут сейчас отойти Young Jersey. Они знают, где Суас находится. Они хотят быть именно таким кулаком, понимаете? В пятером бегать кулаком. Ни в коем случае не расплитчиваться, чтобы пальцы не растягивались. Потому что если вы ударите ладошкой, урон будет не такой большой. Ладошкой можно только по попке бить. А вот по лицу, чтобы оглушать команду оппонентов, надо бить уже кулаком. А как раз фанатики разбегаются в разные стороны. Пытаются не дать провести реальный тимфайт. Аликс поддержал на 50. Виви больше, чем Куртстар. Появилась девушка. Нет времени вылезти из Сильвера. Точка, 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 точка. Так что да. Пацаны. У нас здесь палета ловят. Там большое было сообщение. Извините, что концовку не дослушал. Потому что надеюсь, битва будет подкидывания. Но Драйван Джеев. Драйван все еще может дамажить. Он пока не бьет. Переключается на капсу. Драйван Джеев пытается его побить. Но два игрока команды Young Generation погибают. И фанатики выигрывают этот тимфайт за счет шикарной ульты. Грагаса шикарной... Ой, Грагаса этого... Райкана Грагаса сказал. Грагаса как раз таки дал не очень ульту. Шикарные ульты Райкана. Шикарного таунта от Суаза. А вот Грагаса ульта, она как раз таки была так себе. Ну и Сиджуани была без ульты еще к тому моменту. Райклос тоже. Они тратили ее перед этим для дисенгейджа. И команда Фанатик, выиграв это сражение, отправляется на Нашора. Забирает его себе в карман. И вот сейчас 3-1-1 будет работать. Давайте смотреть внимательно. Шикарный врыв Сиджуани. И пошел сейчас Райкановский врыв. Если я правильно понимаю, он сейчас будет. Да, вот он, вот он, вот он. Я думаю, ну мне же не показалось, я же видел его. Синдра ульта в Шена. Ну, Синдра запаниковала. Долбанула в кого смогла ульту. Кстати, это очередная Синдра, которая играет с Банши Вейлом, а не с Маской. Ну, опять же, понятно, что Банши Вейл здесь куплен именно для того, чтобы не умирать от Лебланки на линии. Ну, а сейчас он добирает себе урон уже через Лудонсека, либо через Рободон. Посмотрим, какой предмет он соберет последний. Вот поэтому я и Баню Райкана в Солоку. Вот поэтому, в общем-то, Банят Райкана, а не Заю. Зачастую команды. А у нас Young Generation забанили именно Заю. С Тристаной, помните, да? Хотя это было не совсем разумно. Мы про это уже говорили. Если вы собираетесь играть через Дрейвена, зачем вы баните двух адекерей оппонентов? И Дрейвену наплевать, на самом деле, против какой линии он стоит, если эта линия не Северка с МФкой. То бишь, только Северка с МФкой, хоть какое-то вообще оказывает сопротивление Дрейвену на линии. Все остальные чемпионы просто говорят, упаси Боже, с ним стоять. Ну и Варус, видите, справился под Райкана. Райкан сейчас тимфайт выиграл от Джезиса. И команда Young Generation вынуждена сейчас стоять на защите. И 3-1-1 сплитпуш начинает работать. Грагас единственный, кто может держать Шена. Он отправился туда. Дрейвен остался на миде. Ну и здесь пытается Науль под прикрытием трэша забирать этих крипов, которых запушил Капс. Ну Капс почему-то решил отойти, вместо того, чтобы бить вышку все это время. Потому что он выискивает килл. Да, он просто выискивал килл. Но Науль проследил за этим моментом. Рекласса боятся, поэтому и банят. Я не против того, что вы боитесь Рекласса. Я против логики. Иду их. Их логика. Мы боимся Рекласса, мы баним его. Но при этом мы и пикаем чемпиона против Рекласса. Зачем? Масломасляное какое-то получается. То есть как бы Райкана оставили в живых, Сиджуани оставили в живых. Получили довольно сильных чемпионов оппоненты за счет этого. Да, оппоненты сами тупанули, что зачем-то взяли Лебланку. По-прежнему я против этой Лебланки. Если бы они взяли любого другого чемпиона, они бы уже выиграли игру. А так Капс просто умирает один на один. Сейчас Рекласс моргнул глазами в этот момент, потому что понимает, что... Но опять сраный лучший мидер мира. Капс умирает один на один. Видел он, как Синдрес села в эти кусты. Хотел он ее сам поймать. Байтил, видимо, даже как-то. Но она прописала по нему стан и ваншотнула до того, как Капс успел вообще сказать. Малиновый пирог или как там было? Квентина Тарантино в фильме. Какое она хотела сказать слово? Малиновый пирог, по-моему, да? Ну, правда, он не на Зэде играет, ребят. Мне просто вспомнилась эта фраза. Зэд из дэд, бэйби. Зэд из дэд. Ну, здесь он играет на Лебланке, но Лебланк из дэд тоже. Как раз малиновый пирог перед этим был. Диалог. Буча и... И как эту девушку звали, не помню. Но у него вообще не было. Ежевичный пирог мне подсказывает. Литл Грин Мэн. Ну, значит, ежевичный был. Я помню, там про пирог шла речь. Кто не понял, это фильм Квентина Тарантино, криминальное чтиво. Оттуда я эту цитату беру. Зэд из дэд, бэйби. Черничный даже подсказывают. Может быть и черничный. Я помню, ну, что это был никакой нестандартный фрукт, типа яблок, там, бананы. А вот что-то такое, ягода какая-то была. Диалог Буча и дуры. Да, ты дура, точно, точно, точно. Которая забыла часы. Все верно. Которые перевозили... Ой, там столько вообще всего. Блин, криминальное чтиво надо пересмотреть. Просто диалогово-экшоновый топовый фильм на все времена. Классика, ребят, уже стала. Хотя в свое время это еще было просто начальный шедевр. У нас здесь Рен пытается сделать какой-то врыв, но не очень у него получается. Джейзиса ловят. Все же таки и Джейзис вынужден был через флэш и ульту убежать. Ну, не тавердавить, а подвышку. Тем более, что 5 на 5 здесь было бы плохое сражение. Пушмид, пушиндаун и спещайтесь на топ. Классно. Комментатор английский говорит, я сворую у него эту мысль, ведь действительно так и есть. Young Generation все, что сейчас нужно сделать, это продавить быстро мидлейн. Смещаться на топ лейн, где гигантский пак мопсов не успеют никак фанатики отпушить. И дальше просто давить и предлагать 5 на 5 сражение, где фанатики будут послабее. У них сетап-то может быть и не такой плохой, но 3-1-1 сетап не работает в тимфайтах. Им нужно расплечивать, им нужно фланговать. Делает таунт, у нас Суас цепляется за Науле. Науле легко его продамаживает и отталкивает от себя. Редемшн пошел. И пауза! Пятая пауза в этой игре! Возможно даже вылетел Биккора гораздо раньше, ребят. Улыбается Реклос и говорит, да что ж такое-то? Мы доиграем эту игру или как? Мы в паузе провели в этой игре больше времени, чем в предыдущую мы играли. В предыдущей игре они играли 25 минут, напомню, ребят. А в этой провели в паузе уже минут 30. Просто если, ребят, Кора вылетел до тимфайта, может быть, сейчас потребуется перемотать игру чуть-чуть назад. Имеется возможность такая у Риотов, перемотать игру чуть-чуть назад. Но если Кора вылетел и сразу же нажата была пауза, сейчас будут они, видимо, это обсуждать очень долго. Вылетел, когда он. Он сейчас пытается объяснить. И говорит, я ничего не видел уже последние 3 минуты. Реклос Варуса как Кога собирает. Ну, Реклос, всегда я Варуса собирал, как Кагмао, кто не помнит. Ну, кроме ситуации, когда Варус был возможный, был билд через лета лети. Вот тогда, тогда Варус в Реклос также собирал, как и все, через лета лети. Но сейчас Варус, у него 2 билда. Скорость атаки криты, ну, стандартная адекерия, по сути. Либо вот этот билд, как у Кагмава, где вы собираете Хуррикан, Фрозен Маллет, Витцент, Ботарк и Гуинца. Вот ваши 5 предметов. Ну и 6 предмет. Тут уже вопрос. Можно Хекс Дринкер делать для усиленных отхилов. Можно собрать БТ для больших щитков. Можно собрать Кью-Эсэс, чтобы вас не станили. Тут уже сами выбираете. За кого болеешь на этом чемпионате мира? За Клауд Найн. И за команду Лангжу. Также, ну, будем искать любимчиков. Пока из 6 команд, ну, команда Клауд Найн, она и была моим любимчиком изначально. Мне очень понравилась команда Тим Ван. Я точно знаю, что они не смогут пройти дальше, скорее всего. Но буду болеть за них искренне в Best of 5, потому что это команда с духом. Это команда, которая проиграла первый день 0-2. Проиграла за 24 и 23 минуты. То есть их просто уничтожили в первый день. Во второй день они первую игру проигрывают команде Клауд Найн за 22 минуты. И казалось бы, все, тут нечего ловить. Плюс их ненавидят болельщики бразильские. Я вам про это говорил. Но они пришли и победили Дайр Вульфа в два раза подряд. И вернули наверняка своих болельщиков в стан к себе же. И, может быть, заработали новых болельщиков. Если уж я даже зацепился за эту команду, то уж бразильские болельщики от нефиг делать. Точно теперь будут за них переживать в плей-оффе. А я за Флэш и Вульфов. Ну, Флэш Вульф и Айш Кью, это всегда мне нравились команды, поэтому их я не буду пропускать игры тоже. Скорейте, Гамбиты возьмут чемпионат. А, подожди, это 17-й год. 17-й час. Ты ошибся. Игра больше часа идет. Выходим на уровень EM. Please no. Ну, а из этих команд, то, что сегодня мы посмотрели, пока ничего мне особо не понравилось. От Фенер Бахче я ожидал большего. От Каос Латин Геймерса. Но они победили вот эту команду. То есть ничего сверхъестественного. Японцы оправдали мои ожидания, как говорится. Так что я, как болельщик японских коллективов, доволен их выступлением. Гонконгские аттитюды вообще ничего не показали. Вот Унифай хорошо играл на самом деле. За этого парня немного обидно. Он хороший от Декери. Это видно сразу. Может быть, попытается команда через него поиграть оставшиеся игры. Завтра им, я так и понимаю, играть остаются еще две игры. Сегодня они выиграли одну, вторую проиграли. Да. А они все равно могут быть довольными. Потому что, ну, задачу минимума они выполнили. Но... Здрасте. Мы виделись. Виделись. Гамбиты попали... Да. В аналл истории проиграли четыре игры. Показали настоящий типикал Ясов. Да. И при этом сделали за четыре игры четыре фейл флеша. При этом... Что там еще было? Отдали пентакил. И еще что-то было. Еще какой-то был антирекорд. Я не помню, какой еще... А! 38 киллов отдали в одной игре. Пять антирекордов для команды Гамбит Гейминг. Удачное выступление на чемпионате мира. Нам тут повторы какие-то показывают, где Капс сделал лол-ин в Науле. Без хп. Науль в наглую просто дал по нему ульту. И дальше Капс, имея флеш, не среагировал и не нажал флеш. И здесь он знал, Капс, что там сидит Синдра. И почему-то не увернулся. Он, по-моему, вообще в стенку прыгнул, если мне не показалось. И на Шор Пауэр Плей, шестой еще, антирекорд, минус 900 золота. Ну да, они на Шора забрали, но все умерли, кроме одного игрока, и поэтому на Шор Пауэр Плей начал работать. Есть такое, есть. Отходил была пауза, вернулся пауза. Это все еще та же пауза? Нет, это уже пятая пауза в этой игре. Что-то там произошло. Зато у них был самый быстрый и самый бесполезный на Шор. Ну, уже не самый быстрый. Ворлд Элита их на следующий день перегнала. В первый день, да, Гамбиты организовали самого быстрого на Шора, чемпионата мира, на 20-й минуте и 20-й секунде его сделали. Но в следующий день команда Ворлд Элита сделала на Шор на 20-й минуте и 15-й секунде. Поэтому, ну, быстрее еще, кстати, можно сделать. Но, думаю, Ворлд Элита на Шор так и останется самым быстрым на Шор на чемпионате мира. Почему? Чат Гудгейма читаю. Писали бы они что-нибудь еще. Давайте посмотрим, что там у нас за паника с Гудгейма. Так вот, я как раз и прочитал вот эти сообщения. Это и были их сообщения. Гудгеймовские. А вот Твичевские. А вот Ютубовские. Капсу он сбил прыжок, говорит Шахерезадов. Шайхи Сламов. Мне на самом деле показалось, что это не прыжок сбили, а он просто в стенку прыгнул. Ну, тут надо по механике смотреть Лебланке. Я просто не Лебланк Мейнер, поэтому не могу определить, это сбили ему прыжок или это он сам промахнулся. Ну, если говорить, что сбили, значит сбили. Гудгейм, да, еще существует. Гамбиты вообще хуже. За кого утопишь? Я отвечал на этот вопрос, повторяться не хочу. Кто-нибудь напишет, за кого я. Шахерезадов тебе, да. Показывает нам хороший тимфайт для команды Fnatic, где Джейзис перевернул ход этого тимфайта, потому что взял под себя он Бигкора, и потом Бигкора был вынужден ловить свой топор. А пока поймал топор, уже вся команда его рассыпалась. Вот видео с системой проведения чемпионата мира. Видимо, кто-то просил. Но есть действительно довольно интересное предположение. Не было вчера пауз, не было позу, вчера никаких пауз. И паузы появились только сегодня, все эти технические проблемы. Есть предположение, ребят, что две команды, вылетевшие с чемпионата мира, прихватили с собой девайсы и, возможно, даже часть техники, и уехали домой. А так как вылетели гамбиты, возможно, eSports, и вместе с ними вылетела команда Dyer Wolf, тут я не знаю, на кого грешить, ребят. Чего это я не знаю, на кого грешить? По-моему, ясно, на кого грешить. Чипис все захватил. Чипис из команды Dyer Wolf. Более того, они еще несколько техников с собой сперли. Возможно. Тот-то Кира был доволен, когда проигрывал за Ясу. Да, кстати, он знал. Он уже знал, что домой едет с видеокартой. Дело раскрыто. Кстати, да, дело раскрыто. Титик-тиф Виви, как обычно, раскрывает легкие дела. Точнее, дела-то сложные, но я раскрываю их дико легко. О-о-о, какую там картинку показывают. Это вырезка из игры. Давайте посмотрим. Эту вырезку сладкую. Frozen Mullet, значит, будет последним предметом. QSS сейчас собрал у нас. Reckless будет заменять ботинки на Frozen Mullet. Но у Draven QSS уже давно-давно есть. Last Whisper есть. Ему нужно теперь добавить только либо рапидку, либо BT. Посмотрим, что он выберет. Закупили асеров для обычной добычи битка, и вот и довольны сидят. Да, биткоины все еще живы. Так не хватит скорости передвижения. А ему и не нужна скорость передвижения. Куда ему бегать? Это же Varus. Varus дает ульту. Никто разбежаться из его ульты не может. Raycan дает туда же ульту. Проблема команды Fnatic это флангующий Лебланк и Шен. Лебланк и Шен не могут найти себя в тимфайте нормально. Шену надо так идеально встать, чтобы прописать таунт по всем игрокам. Но этим будет заниматься Raycan. Raycan будет на своих плечах притаскивать Шена в тимфайт. А Лебланк, ну тогда уже будет сама как-то боковые выходы искать. Это Лебланке нужны ботинки. А Varus, он так и так ходит с командой, и ему никуда торопиться не нужно. Японцы совсем без шансов против турков будут. Ну, я думаю, да. Как думаешь, будет ли хоть один пик Аурелин Солу на чемпионате мира? А считается, что его уже пикнули? Или ты в дальнейшем еще имеешь в виду? Просто как бы уже Аурелин Сол вчера был взят. Я не знаю, где ты был, но Аурелин Сол вчера сыгрался от команды Dyer Wolf. И чуть-чуть им не хватило, чтобы... Или подождите. Это как раз-таки Team One сыграли с Аурелин Солом, а Dyer Wolf были в этот момент... С кем он был на миде? Тэфы еще не пикали. Twisted Fate пока не брался, но я знаю, что у нас есть целых три игрока Twisted Fate мейнера, которые нас ждут впереди. Ребята, они еще будут играть. Это West Door. И остальных я сказать не могу имена, потому что не помню. Надо лезть в аналы, так сказать, моих листочков. Но West Door я помню. И более того, я как раз попал на игру на Twitch. Есть канал Tracking the Pro, где следят за игрой профессионалов, которые на буткемпах сейчас играют. И West Door... Так, мы вернулись в игру. Да, отмотали назад, ребят. Снова была инициация от команды Fnatic. Только на этот раз гораздо хуже этот врыв прошел. И они очень битыми остаются. Продолжает их Young Generation избивать. Хук кидает, попадает Хуком Брайкана. В этот момент Дрейвен, правда, подбился. Варус очень хорошо с Лебланкой все же отбились. И дальше Лебланка продолжает прыгивать. Но битва гораздо хуже сейчас была проведена для Young... Извините, для фанатиков в начале. Но они смогли зато разобраться дальше и отыграться. Мы, правда, ту битву не досмотрели. Возможно, та битва была бы еще хуже для Young Jiro. Young Jiro, ну вы поняли. А я вернусь к мысли про West Door. Пока у нас не будет битвы, на рекол ушла команда Young Generation. Молодой жир. Young Jiro. Молодой жир. Так вот... Twisted Fate играл... Угадайте, кто? West Door на том стриме играл он против двух игроков команды Langju. Против BDD и Кузьки. Кузя был в лесу. Не помню, на ком, по-моему, он там прикалывался и взял к Синжао. А с Zed играл BDD. Прямой контроль к Twisted Fate. И West Door отстоял линию тяжело. Его два раза убили. Но при этом потом в соло просто вытащил эту катку. Он с 0.2 превратился в 18.4. Просто за Twisted Fate. West Door на Twisted Fate это монстр. И очень было приятно видеть его снова в такой форме. Ну, правда, да, это соло-ку, понятное дело, ребят. Но все равно, я думаю, BDD, посмотрев на эту игру, подумал про себя. Да ну нафиг. Мы вдвоем не смогли убить West Door на Twisted Fate. И если мы будем играть против команды IHQ, то будем его банить. Так что вот такие дела, ребят. Ну, тем более, напомню, что Zed является прямой контроль к Twisted Fate. Но все равно это не помогло. Так, у нас телепортация за спину идет от Рена. Ренек сейчас сюда прилетит и будет пытаться влетать в Рекласа. Реклас 1. Он промахивает. Боже мой. Он перефлэшился. Ну, как же так, Реня. Перенервничал, ребят. Перенервничал. Вытащить его пытается треш, но слишком поздно. На цепь сажает Биткора, но он прожимает QSS и остается в живых. Ну, что это было, Реня. Ай. Запаниковал. Было видно, ребят. Он такой, ура, 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 ура. Я вижу Варуса. Сейчас прыгну, сейчас прыгну, сейчас прыгну. И флэш Ешка мимо. Просто, ну, как же так. Не рассчитал немножко. А ведь если бы он задел, он бы смог Варуса кинуть в свою команду, ребят. Почему я так вот с этого смеюсь? Потому что Варуса сейчас могли убить. У Варуса не было самунирспеллов. Он бы его пихнул сюда и потом ультой кинул в свою команду. А в итоге он его просто перепрыгнул и дал ультой и выкинул его от своей команды. И Варуса остался в живых. И теперь Young Generation видит, что делает у нас. О, боже ты мой. Там капс чуть было не отлетел. Young Generation видит, что фанатики забирают на Шора. Меньшает этому процессу Венус. Венус прыгивает, но на Шора не до конца забирают. Смайт кто? Проигрывает смайт войну Венус. Было близко, но не хватало им игрока. Грагас был мертвый. Без него они здесь воевать не могли. Поэтому они пытались просто смайт войну сыграть. И Палет умрет за это все дело. Плюс на Шора уходит команде ФНК. Грагас не смог сделать так, как мы хотели. Ремейк. Да. Ну, не будет шестой паузы. Надеюсь, ребят. Ну, а капс, видели, попытался посражаться один на один с Синдрой. И это было вам показательное сравнение этих двух чемпионов в лейтгейме. Когда я вам всегда вот говорю, что в лейте Синдра сильнее Лебланки. Но Лебланка может еще кое-как там отстоять линию скиллбейтс в начале. Но мидгейм только есть у Лебланки. А после этого Синдра просто развоплощает ее. А теперь вот вспоминайте. И в тимфайте капс ничего делать не может. И один на один не может уже убить Синдру. Никак. Абузеры паузы. Как может Рениктон играть на Грагасе и при этом фейлить флэш? Потому что его зовут Ренна. Ренна. Но я его миленько называю Реня. Почему нельзя его что, Ренем называть? Можно я его Реней поназываю? Он просто в первой игре играл на Рениктоне. И тогда я привык к тому, что его можно сразу двойным именем называть Реня и все и не париться. Ремейк уже был. Но там чуть-чуть откатали назад время на полсекунды каких-то. Опа! Врыв. Но там есть Клинс. Науле остается в живых. Правда Джезис потерял при этом флэш. Но флэш потерял и Науле. Он сразу два спыла поражал. В панике. Кавс пытается на цепь посадить Венуса. Не получается у Венуса уже почти фулл билд. Последний предмет это будет Войт Став. Скорее всего у Гнидали. Потому что она по-прежнему ничего толком не сделала в этом матче. 16 левел. 16 и Брокса. Гнидали должна быть уже 18 левелом в этой стадии игры. И... Ну, иметь порядка там 250 фарм относительно этой игры. Но посмотрим, что будет дальше. Начинают делать фанатики этого Элдер Дрейка. Суаз занимает хорошую позицию, чтобы таунтить. Таунт ему не дают поражать. Просто заставляет его Гаргулю потратить. Тем временем Кавс пытается флангануть, но промахивается своими цепями. Попадает Брокса ультой по палету. И дракон был отменен. Или остался. У нас там Кавс продолжает прыгать, скакать. Людей развлекать. Суаз не может теперь подойти. У него нет ХП и нет Гаргули. Если он вернется в Тимфайт без телепорта, его просто убьют. Ему надо реколиться и на своей ульте возвращаться. Зря он туда отошел. Пытается флангануть. Видите, единственный вариант для команды фанатик это сделать битву 5 на 5, где они будут 3-1-1 играть даже. Возвращаются они к дракону. Забирают дракона у нас Сиджуани. И надо уходить теперь Young Generation. Ну, а фанатикам, конечно же, надо идти в бой, потому что дракон дает им хороший баф. И они ваншотают Синдро. Капс выполнял свою работу. Наконец-то. Ну, все, все, все. Это победа будет. Биг Кора вряд ли справится один. В него летел тут Капс финальный автоатак. И Капс вынужден был поражать Джоню. Остался в живых. Но я думаю, это минус сторона должна быть, пока Синдро мертва. 40 секунд. Правда, Крепы очень далеко находятся. Капс тут еще фармится. Пытается по пути. На помиду идет команда ФНК ломать. Вот Redemption минус сторона будет. Хук. Ну, прыгивать нельзя. А Reckless пока ботинки не меняет. Он остается все еще с ботинками. Может быть, он их и не поменяет. Обычно там Frozen Malet берется. Я уже про это говорил. Тут вопрос только идет про QSS. Что вы берете за место QSS? Ну, если не берете его. Это будет Hexdrinker, либо это будет BT. А теперь, ребят, минус 2 ингибитора. Сначала они смайт войну проиграли на Нашоре. Потом смайт войну проиграли на Драконе. И вот с этими двумя бафами команда Фанатик 2 кила себе сделала. И за счет этих 2 киллов забрала 2 ингибитора. 7000 преимущества Фанатиков. Теперь им попроще будет играть 3-1-1 пуш. Понимаете сами. Потому что теперь постоянно будет в сторону Йонг молодого жира. Пушатся и мидлейн, и ботлейн. Плей-оффы могут быть интереснее, чем настоящие плей-оффы. А, ты имеешь в виду эти плей-оффы? Ну, да. Могут. Но, на самом деле, если все команды-лидеры займут первые места, то, возможно, и там будут все одностороночки. Ну, например, я не сомневаюсь в том, что Клауд Найн и пройдут все эти команды, которые Тир 2 заняли там. То есть, мне кажется, у Клауд Найнов здесь нет проблем. Пройти все эти команды. За World Elite можно попереживать против вот таких вот Йонг-джиров. Потому что World Elite, вы знаете, что они любят играть в лейтгейм. А фанатики сейчас сами себя здесь засунули в лейтгейм своим дурацким пиком и плохой игрой в начале матча. И в лейтгейме, видите, у них проблемы небольшие все же были, но они с ними справились. Ну, а что касается остальных, вот Фенербахче, и там сложно ориентироваться. Потому что я не знаю реальную силу команды HKI. То бишь, гонконгские аттитюды, какая их реальная сила. Все, что я знаю, то, что они играют хуже, чем Флэш Вульф и хуже, чем Айш Кью. Полезная информация, да, ребята? А Фенербахче, соответственно, их победила. Ну, победила сегодня, завтра, может быть, проиграет. В ЕС оснут у Тим Ван. Хотелось бы, но чувствую, что там такого не произойдет. Ну, там еще неизвестно, на кого попадется. Риута специально эту информацию пока... Ну, не то чтобы не разглашают. Просто еще не была проведена жеребьевка. А потом будет проведена быстренькая жеребьевка, без особой церемонии. Это займет несколько минут. 540, да, фарма у Варуса. И он с бэка, видите, ботинки оставил. Все же хочет с ботинками ходить. Реклесс предпочитает не увеличивать количество себе ХП, либо покупать Хекс Дринкер против Синдры, а просто остаться таким, какой он есть. А может, просто денег не хватило, хотя я слабо в это верю. Ой. 7.11, пока эти два ингибитора не особо давят на команду Young Generation, возможно, фанатики просто смирились с тем, что они сейчас продавить не смогут, и решили просто забрать этого Нашора без боя. Нашора они сейчас получат без боя однозначно, и после этого уже попытаются сделать минус 3 ингибитора разом. Посмотрим. Нет, Young Generation тоже умеют считать, и они понимают, что Нашор сейчас появился, и надо, ну, даже ценой, может быть, вышки на меде своей, ну да, пошел телепортаться УАЗа, пошел гейский пуш от Капса, все понятно, все понятно. Не могут фанатики по-другому здесь уже играть, я прекрасно их понимаю, и других вариантов, наверное, действительно и нет. Как просто в два сплитпушера продолжать вот эти вот давления оказывать, чтобы не могла Young Generation оказать здесь битву на Нашоре, нажимая телепортацию назад Капс, прилетает сюда, их теперь здесь четверо, а если что, СУАЗ нажмет ульту, и будет пятым игроком здесь. По-гейски, да, ну, таков был план их стратегии. Другое дело, что, я думаю, их стратегия, это дополнительный план, так сказать, даже не А и не Б, и даже не С и не Д. Это скорее план под буквой Х был, то есть совсем уже последний из планов, то есть если все, то, что мы продумали до этого, не сработает, то будем вот так вот хотя бы делать. Один Грагос нас останавливать не сможет, а если мы продавим Ингибитор, то мы вообще сможем угрожать окончанием игры оппонентам. Ну и Грагос, видите, тут вынужден сейчас отпушивать крипов в этот момент, подпушиваются целых два вейва к нему, на себя вытягивает Бикора крипов этих, и с автоатак их набирает. Га, он себе купил за место ботинок, и посмотрим, убьют ли его в этом тимфайте, если убьют, то когда? Ничего бы европейцы не по-гейски играли. Ну, не мытьем, так катанием, да. Это FF. Ну, вот похоже на то, если не смогут Young Generation организовать битву, ему очень тяжело сделать врыв, но... Хороший топор влетел! Капс такой про себя подумал, боже ты мой! Так, ребят, я что-то больше прыгать не хочу на Дрейвена, потому что что-то этот парень меня ваншот-то ед. Редемшн появился у Трэша, я это вижу, Локет также у него появился, нужно, наверное, Ордентку последним предметом собирать, Трэшу, чтобы усиливать Дрейвена по максимуму. Ну, а Синдра уже на максимальном билде своем. Два ингибитора были убиты, но без двух ингибиторов Young Generation уже играли, играли, справились, справились. Почему как бы что-то может измениться? Подумали они. Попытались какой-то рандомный сделать скилл. Классно делает сейчас Дрейвен, он отпушивает крипов, которые сюда шли, своей ультой, зачищает их, и не могут фанатики сразу же тащить этот новый вейв, который здесь был. Не успели они туда перейти. Кстати, ингибитор снизу-то не убили. Я уже просто принял мысль то, что Капс добил этот ингибитор снизу, а у него не получилось. Показывает нам золото 25 тысяч у нас у Рекласа, он уже три раза фулл билд может собрать, ну, поменять в смысле. Ингибитор снизу пока все еще стоит. Рене остался один на один против Капса, Капс от него уворачивается, Рене дает ульту, мимо, ускоряется, дает замедление по Капсу, Капс, правда, прыжками уходит. Рене потерял инициацию, а тут у нас Трэш дает ульту, но в этот момент получает ульту в ответ. Прыгивает у нас Дрейва на Джейзис, остается в живых Палет, Палет притягивает, вышка все еще работает на команду Йонг Джира, но Джире погибает этот на... Рекласа убили с флэша, просто в наглую. Ну, а Уль делает флэш ульта и минус Реклас, при этом они все еще знают, что Капс продолжает заниматься своими теми черными делишками, но на него сейчас выходит целых три игрока, он пытается кайтить, переключается на Науле, сажает его на цепь, попытается ему нанести урон, но недостаточность там прописает Науле, по нему Капс пытается помансить, но не манситься, ребят. Манса не манситься. Да, и 9-11, слушайте, это 9-1-1 уже счет, и это реально звонить надо в техподдержку, потому что команда, фанатик, возможно, сейчас потеряла два ингибитора. Есть время у команды Йонг Джир продавить, у них минус два керри, 30 секунд одного не будет, 50 секунд второго не будет. еще. И Рэкласс сейчас, наверное... Да вы издеваетесь! А вот и позвонили, мы в техподдержку, ребят, шестая пауза в этой игре. А, нет, нет. Нет, все, это... Сами операторы не поняли, это пауза или не пауза. А у нас продолжают пушить Йонг Джир, и они хотят пока мертвый Капс провести битву, но ловят они игрока Веноса. Венос все еще жив, он прожимает хил, пытается спасти Дрейвена. Дрейвен погибает, но у него есть Гардиан Энджел. Гардиан Энджел его вытащит, на него куча щитков, прожимает он QSS, начинает раздамаживать на урон, ему не хватает, очень битая команда Йонг Джир пытается убежать, но там Капс, Капс сейчас воскреснет, надо бежать, надо бежать отсюда, сломя голову, потому что если успеть с телепортации за спину залететь с УАЗ, он не отпустит вас. Биккора ловит свои топоры, чтобы ускоряться, фонарь ему здесь кидает, он на него нажимает, у Наули небольшие проблемы, но он дает замедление по Джезису, откидывание дает по Сиджуане, и убегают. Шен никуда не полетел на своем телепорте, телепорта не было у Капса еще, он у него не откатился, потому что он не играет через ветку защитную, поэтому у него КД на спелы. Ай-яй-яй-яй-яй, Реню ловят, на цепь сажают, ну это Капс должен справляться с этим киллом, Реня, ну я видел, как он отступал неудачно, Капс до конца, я сейчас объясню, что он делает, он тянет время, он тянет время, потому что у него есть телепорт, он хочет, чтобы как можно дольше Рени не было в живых, Рени пытается умереть под вышкой, при этом отпушить крипов, потому что если он умрет под вышкой, он успеет тогда хотя бы, ну через 70 секунд появиться, а Капс хотел вытянуть как можно дольше, чтобы отсутствовал Грагас, и тогда стелепортироваться, и начать пушить с гигантскими паками крипов, одну последнюю вышку, 55 секунд еще не будет Грагас, если бы он убил его раньше Капс, тогда бы уже 45 секунд осталось, 10 секунд времени выиграл для себя Капс, но это все гейские стратегии, ребят, давайте смотреть, что у нас здесь будет, Хок в Капс они попадают, под вышку единственную, зажалась команда Йонгджер, врыв идет от Сиджуани, но они ловят только палета, а Науль должен помогать как-то Дрейвен, но Дрейвен пытается стрелять, но мы вынуждены бить только двух танков, в этот момент дают ульту Науль, но заканчивает игру команда Фанатик, потому что Дак проще, что проще, правильно, проще быть геем, ребят, чем строить серьезные отношения, эх, конечно, фанатики сейчас молодцы, победили, но заслуженная ли победа, завтра им надо, завтра им надо нормально сыграть, иначе я буду их и дальше называть гейской стратегией, побеждунами, потому что, ну сегодня очень грязная игра была от них, они не победили в мидгейме, где могли победить, после этого просто сплитпуш за сплитпушем, за сплитпушем и так далее, завтра они снова будут с этой командой играть, и, надеюсь, завтра у них проблем с ней не возникнет, и они сыграют нормальную свою игру, где, ну мы увидим Суаза, Реклоса, Капса, который, наконец, побеждает мидгейм, Гей не гей, но победа за фанатиками, да, перерыв у нас, ребят, последняя игра сегодняшнего дня осталась, это будет RPG против Фенер Бахче, Фенер Бахче, если молодая генерация играет вот так, они должны взять, Каосладдер гамеры, Каосладдер...